Добрый день. Спасибо за то, что вы сюда пришли. Спасибо организаторам за то, что... Не слышно? Горит? Горит. Слышно? Слышно. Название моего доклада получилось, что несколько отличается от заявленного, потому что заявка была говно, а с тех пор возникли некоторые новые обстоятельства и, соответственно, соображения. Поэтому он занимается так, как называется. Обсуждение перейдет в несколько, я бы сказал, эзотерическую плоскость, но на выходе будут вполне утилитарные выводы. Сначала посмотрим на следующем слайде. Вот здесь показано, как связаны канцерогенез со старением. Видно, во-первых, что с возрастом частота опухоли нарастает, и более того, у короткоживущих организмов, у крыс, это значит, соответственно, справа, это нарастание происходит за гораздо меньше срок, чем у людей. То есть получается, вроде как, чем выше скорость старения, тем быстрее скорость нарастания опухолей. Похоже, что между старением и канцерогенезом существует некая взаимосвязь, и подробности этой взаимосвязи показаны вот на этом слайде. Видно, что сверху справа, при всех разнобоях по отдельной локализации, в сумме, все раковые заболевания для человека с возрастом растут в полуриклифмической шкале в среднем взрослом диапазоне линейно, так же, как это, соответственно, правый нижний слайд, растет смертность от всех заболеваний у человека, и не только у человека, как выясняется, но и очень многие других организмов. Справа, слева показано, как выглядит зависимость смертности от возраста бактерий Шрихиоколи. Эксперимент был проведен в 2017 году, а справа – это женщины Швеции в 2017 году. Ну, сходство очевидно. Единственное, что масштаб разный. Если у человека 120 дней продолжительной жизни, то у бактерий 120 лет, у человека 120 дней у бактерий. Вот эти кривые описываются тем, что известно, как закон Гомперца, формула показана в правом нижнем углу, и получается так, что если мы определяем угол наклона в полуэртифмической шкале вот этих кривых, на самом деле прямых, то вот этот угол наклона, тангенс угла наклона – это и есть показатель скорости старения. Но подход, при котором параметром закона Гомперца-Мехера продается биологический смысл, означает отношение к уравнению как отражению некоторых фундаментальных биологических реалий, а не просто как удобный способ свертки, математической обработки данных по смертности в текущей ситуации. А сейчас, между тем, пошла мода придерживаться именно второй точки зрения, что это просто такой способ обработки данных, который удобен тем, что и эта точка зрения психологически удобна тем, что они накладывают в них ограничения на возможные результаты наших действий. Ну там, допустим, изобретет вот Обред Грей или Академий Скулачев способ замедлить программу устарения. Все будет совершенно иначе, соответственно, подряд бы понадобится новая модель, ну и она вот, значит, будет соответствовать новой ситуации, и все хорошо. А если закон Гомперца – это таки закон природы, то все выглядит совсем уже не так весело, и это нравится далеко не всем. Дальнейшее изложение основано на отношении к закону Гомперца-Мейкина именно как к закону природы, и если кто-то с этим не согласится никогда и ни за что, то, в общем, дальше можно даже и не слушать. Тут надо понимать, что закон или модель описывает глобальную ситуацию в совокупности биологических объектов, так же, как, например, законы химической кинетики оперируют глобальными параметрами совокупности химических объектов, все речь молекул, таких как концентрация. В зависимости от изменения такого глобального показателя, как концентрация химических молекул, а другого глобального показателя температуры, определяется уравнением Аренинса. Вот оно здесь внизу показано. Температура – это показатель жесткости глобальных условий существования молекул. У биологических объектов, в отличие от молекул, могут меняться не только условия существования, да, температура, но и сами свойства организма, при том, что он остается все тем же организмом, и не распадается молекул сразу на составные части. Переменные в этом уравнении переходят от температуры к активационному барьеру, и это то, что, собственно говоря, и произошло на самом деле вот тогда, когда жизнь происходила из химического мира. Сменились основные переменные в зависимости смерти или распада объекта от возраста. Здесь даже все, в общем, на самом деле, настолько просто, что даже немножко тревожно становится, но не может быть так все просто, но на самом-то деле тут не надо никаких выкладок, это не выкладки, это просто репараметризация. Химические термины заменяются биологическими, вот и все. На выходе мы из уравнения Арениуса получаем закон Гомперца-Мейкема. И тогда получается, что мы, определяя параметр, вот он, мы на самом деле в популяции, в популяции определяем скорость старения, а не что-нибудь другое. Значит, здесь, опять же, надо напомнить о том, что речь идет о совокупности объектов, о популяциях живых организмов, и популяция для того, чтобы все получилось точно и адекватно, должна быть достаточно большой. В законе химической кинетики работает на множество молекул, численность которых определяется, числом авагандра, то есть 6, 10, 23 степени на моль, то есть даже в микролитре, допустим, разбавленного раствора находятся миллиарды молекул, а в вышивых экспериментах у нас, ну, 100, ну, 200 в лучшем случае. И вот это возникают очень многие проблемы. Причем проблемы не статистические, не статистической достоверности, а именно принципиальные проблемы интерпретации данных. В случае людей статистика смертности оперирует миллионами особей, это уже кое-что, и вот давайте представим себе мысленный эксперимент, пройдем мысленный эксперимент, даже два. Первый эксперимент можно даже на самом деле провести. Исследователь изучает кинетику распада флюористирующих молекул раствора. Да, самописец описывает кривую такую, значит, снижение флюористенции, и, значит, можно легко на самом деле показать, что при разных температурах константы распада зависит от температуры, соответственно, уравнению аренится. А теперь вот мысленный эксперимент. Представим себе, что всем жителям Земли, на вооруженной Земле в течение недели вшивают чип, который спускает радиосигналы, пока носитель чипа жив. А дальше на ком-то там спутнике и эти сигналы все, значит, стумируются, и самописец выписывает кривую силу сигнала на протяжении 100 лет. И в результате будет получено снижение сигнала, которое будет соответствовать закону Гопперса, причем будет соответствовать тем лучше, чем лучше соблюдаются в данной стране или, там, скажем, на Земле в этот момент права и свободы человека, которые не искажаются войнами, там, революциями, массовыми движениями и так далее. В каком-то смысле получается, что страна, где лучше смертность соответствует закону Гопперса, это страна, где лучше соблюдаются права и свободы человека. Ну и теперь от этих вот эзотерических рассуждений перейдем уже к мышам. Значит, мышей мы говорили, с мышами проблема в том, что их, как правило, мало. Самый большой эксперимент с самым большим числом мышей, где исследовалось зависимость смертности от самых разных геопротекторных препаратов, был проведен в рамках проекта МАУС-Вином, значит, ITP-1 Interventions Testing Program. Испытывались в трех университетах Соединенных Штатов около дюжины самых разных препаратов против старения. В результате набралось там у них общей сложности несколько тысяч мышей, из них, соответственно, половина была контрольная. Испытывались, среди прочего, те препараты, о которых пойдет речь дальше, и которые неоднократно упоминались. Это и метформин тут есть, и рапамидцин тут есть, и респиратрол есть, аспирин, акарбоза. Акарбоза – это препарат, который снижает подплощение глюкозы из кишечника, соответственно, считается, что воспроизводит каким-то образом ограничение питания по калорийности. И вот как выглядят результаты по дожитию мышей, которым водили рапамидцин. Значит, сверху – это самцы, снизу – самки, а справа налево – это в трех центрах исследовательских. В каждом опыте исследовалось 120, по-моему, мышей, вот как раз в конкретно в одном эксперименте. И мы видим, что хотя в общем получается, что рапамидцин увеличивает продолжительность жизни, кривые дожития желтенькие в контроле идут выше, чем… значит, кривые в контроле зеленые идут ниже, чем при гейсперпомедицина. Имеется существенное различие в паттернах, да, все-таки, причем не только между самцами и самками, но даже в пределах, вот, значит, у самцов в разных трех центрах, где проводились исследования. И вот эти вот различия, на самом деле, играют довольно большую роль, как выясняется… значит, вот эти различия являются источниками довольно любопытных эффектов, с которыми есть смысл разобраться. Значит, источником этих эффектов является то, что в уравнении закона Гобертс и Мейкома, там наверху, справа, да, значит, есть два параметра. Поэтому любому среднему возрасту соответствует бесконечное число пар этих параметров. Один больше, другой меньше, один больше, другой меньше. Соответственно, значит, при одном и том же среднем возрасте, вот, еще раз повторяю, число пар возможных бесконечно. Можно посмотреть, как зависит скорость смертности от исходной жизнеспособности, от скорости старения при заданном возрасте. Это показано вот здесь внизу, это чисто теоретические кривые, да, тут просто взятые, ну, так, в общем, тоже, в общем, не то, что, толка, возраст 1000 дней и 800 дней, цепящий возраст для мыши. Остальное, никаких дополнительных, как это вот, соображений, допущений и прочее, чисто выводится из закона гонопрецепмента. Вот, значит, получается, в данном случае такие две иллюстративные кривые, но в диапазоне значений и скорости старения, которые характерны для мышей, они, можно, могут быть, аппроксимированы прямыми очень хорошо, и на этой основании можно построить своего рода номограмму. Такие вот, она показана справа, изовозрастные линии для разных возрастов. Они прямые. Если мы в этой номограмме выложим все данные, которые получили в рамках проекта ITP, вот здесь светлыми у нас точечки, это по самкам, черные по мышам, и мы видим, что линии контрольные, там сколько было контроля, значит, 8 лет, значит, 24 контроля. И вот эти 24 контроля вот ложатся регрессия начальной смертности на скорость старения во всех случаях параллельно из-за возрастных линий. У самок, а у самцов она как раз параллельна тем линиям, которые получаются, если мы будем изменять независимо от возраста смертности. Сразу видно, что у самцов чувствительность с фактором, который определяет независимо от возраста смертности, выше, чем у самцов. Это уже само по себе интересно, а самое-то интересное то, что здесь вот такой, вся совокупность данных выстраивается в порядок, на который приятно смотреть, потому что получается, что порядок в природе есть. Вот что мы не делали, как мы старались это испортить, в природе есть определенный порядок. Теперь дальше. Можно смотреть, как меняется соотношение гамма и ми нулевое при экспериментальных воздействиях. И вот тут и начинается самое интересное. Вот здесь справа то, что получается, когда применяются ограничения питания по калориям. Это не данные проекта ITP, поскольку они там просто исследования не проводили. это данные полученные из публикаций, которые где описаны работы проведенные в нескольких лабораториях на нескольких линиях мышей и так далее. Мы видим, что везде вектор от контрольной точки к практически везде вектор от контрольной точки к экспериментальной идет справа налево и почти горизонтально линии абсцис. То есть получается, что при ограничении питания по калории действительно снижается скорость старения. Притом, это преобладающий эффект для самых разных целей души это реальное снижение скорости старения при том, что исходная десеспособность души остается неизменной. Если мы смотрим, как выглядит ситуация в случае метформина, то мы видим, что векторы, хотя и длинные, идут параллельно и за возрастным линиям, а это означает, что при действии метформина на самом деле ничего происходит. Это все хоть в рамках контроля. Это все изменения, которые мы наблюдаем при экспериментах по исследованию метформина, они не выходят за рамки контрольных соотношений между скоростью старения и исходной жизнеспособности. И то может меняться, и другое может меняться, но все в рамках контроля. То есть это все на самом деле разные популяции, у них немножко по-разному. Так, дальше. Что у нас в случае акарбоза? Это нижний и средний слайд. В случае акарбоза мы видим, что у самцов действительно повышается исходная жизнеспособность, то есть снижается соответственно, повышается исходная смертность, но при этом повышается скорость старения. Вот это явление известно как компенсационные секс смертности, то есть при увеличении исходной жизнеспособности организмов может на самом деле скорость старения увеличиваться, а не снижаться. Но при этом старение прорыва в жизни будет повышаться. Мы применяем воздействие, которое увеличивает прорыв жизни, но это воздействие, сейчас повторяю, увеличивает исходную жизнеспособность, которая снижается на самом деле быстрее, воздействие. Та же самая история с тротомецином. здесь это крайний, два крайних слайда, сверху самки, снизу самцы. Здесь в двух центрах, которые проводили исследования, тот же самый эффект с повышением исходной жизнеспособности, который сопровождается повышением скорости старения, и только в одном из трех исследовательских центров все получилось ровно наоборот. вот эти самые векторы идут параллельно, направлено параллельно кривой абсцисс в сторону свежения скорости старения. Ну, трудно сказать, почему так, потому что вот здесь еще такой слайд, где данные естественные трудиверские доведения, там та же самая история. Рапомецин повышает исходную жизнеспособность, но при этом повышает скорость старения. И так, значит, вот у нас с одной стороны имеется ограничение питания по калории, а с другой стороны действия, которые действуют и на скорость старения, как мы видим, и действуют справа на опухолевые заболевания. Здесь мы, опять же, вот таких сем, на самом деле, можно здесь с литературой набрать целую кучу, они там могут быть прямые линии, там кривые стрелки, там вдоль, там по диагонали, но в сущности все эти отношения одни и те же. И здесь мы видим одни и те же, опять же, участников этого дела, это адгнозин-монофосфат зависим протеин киназа, это тот же самый имторок, и тот же самый хитрин и прочее. Вот мы здесь видим справа эсфератрол, бетформин, рапомецин, слева тоже эсфератрол, рапомецин, все они действуют на одни и те же молекулярные мишени, а эсферты получаются вроде как все-таки не те же самые, что при ограничении питания по калории. Почему так? Ну вот у меня на данный момент ответа нет, то есть вопрос. Но вот что общего на самом деле между всеми этими воздействиями, это то, что они снижают уровень глюкозы в крови. А глюкоза это, казалось бы, вещь далеко не безобидная. Вот здесь просто пример того, как сейчас этот вопрос обсуждается. Это роль, статья, роль продуктов глюкозного гликирования, роль продуктов модификации белков глюкозы в различиях разных популяций по зублеваемости раком. Чем больше где-то там выявляются уровни продуктов взаимодействия глюкозы с белками, тем выше в этой популяции заболеваемость рака. ладно, глюкоза, в конце концов, сейчас уже как свободный радикал и продукты перекрестения липидов это уже просто даже дырки затычка, вот нечего сказать, мы говорим, что повышается мистерпоративная модификация белков глюкозы. Следующий слайд. Из глюкозы, среди прочего, образуется метилглиоксаль в глюколизе. Метилглиоксаль это крайнее реакционно-способное соединение, когда-то его даже испытывали как противораковый агент, но что интересно, во-первых, образуется в повышенных количествах глюколиз усилен. Ну и кроме того, он является мутагенным фактором, он взаимодействует с аминокислотами, с плюкленными основаниями и, соответственно, с одной стороны он усилит мутагенез, то есть то, что способствует злокачественному прирождению обрых клеток, а с другой стороны он модифицирует белки в днеклеточном матриксе, нарушая тем сам взаимодействие между клетками и окружающих средой, таким образом, что это способствует злокачественному прирождению, такие работы тоже есть, и это довольно сильная струя в исследованиях. да, ну вот, пожалуйста, работа, где показано, что как может зависеть заливаемость раком от уровня модификации тех же белков и тюглеоксалин. Единственное исключение, кстати, в этом отношении представляет рак предстательной железы, вот он просто вываливается из статистики, что досадно, потому что, ну вот, мы боремся, да, со всеми прочей в форме рака, но эти вещи при этом получаются, что они повышают риск ранее неприятного заболевания. Так, ну и вот, да, значит, вот как растет риск раковых заболеваний у недиабетиков в зависимости от уровня гемоглобина. Уровень гемоглобина это показатели экспозиции талии, чуму и хвост. Во всех случаях наблюдается рост, кроме вот там слева внизу простата. Вот это вот график был построен мною неделю назад, даже меньше, позавчера поднимаясь. По данным, которые были опубликованы вот в этой статье, да, где у сотен тысяч людей в популяционном исследовании определялись условные уровни гемоглобина тощак, а потом в течение 20 лет отслеживал смертность от рака. И, значит, вот по данным, которые в этой статье приведены, видно, что смертность от рака растет в зависимости от исходного уровня глюкозы в крови, но тут, значит, то ли это экспонентная экспоненциальная зависимость, то ли степенная разобраться в трубе, на всяком случае все в зашающими темпами, а вот в этом диапазоне нормально, это не типичный диапазон, получается, что риск от смертной от рака варьирует в пределах 20%, ну а если немножко больше взять, для осилий тоже на самом деле еще не взяли, то все 30% получаются. Вот несколько статей, значит, которые подтверждают все это дело, вот, например, там уровень глюкозы в крови и риск рака метаанализ, те же самые результаты, чем больше уровень глюкозы в крови в дощах, тем больше риск от обшивного заболевания, что тут еще, ну на самом деле я дальше не буду уже, а, еще к тому же проводили исследование выживаемости больных уже имеющих рак, при лечении получается, опять же, все выше условный уровень глюкозы поощадки больных, тем хуже вызываемость и хуже прогноз и так далее и так далее. Вот, 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 на самом деле это все является, вот, не уже однократно уже отмечалось, это продолжением той линии исследований, которая, когда-то была начата в лаборатории Владимира Михайловича Дильмана, вот, на здесь сопророждение своих сотрудников Михаила Дрюкштейна, Евгения Цирмина, это все началось где-то в конце 70-х годов прошлого века. В целом, получается, что глюкоза, вот она, значит, глюкоза, у нее есть циклическая форма, которая метаболизируется, у нее есть линейная форма, между ними существует равновесие, которая является источником, который взаимодействует с аминогруппами белков и с люклиными ослованиями. Линейная форма глюкоза повреждает ДНК и гистоны, повышает фенотипическую вариабельность клеток, дальше глюкоза может выступать в качестве еще к тому же фактора отбора на повышенную злокачественность. Несколько работ сейчас, значит, есть, которые это дело про кофеяны. Результаты скажем так неоднозначны, но тем не менее работы в этом направлении ведутся. Ну и в результате на выходе мы в результате того, что глюкоза мало того, что действует как отчасти при этом сарганилище. Она еще к тому же является фактором отбора клеток на все большую злокачественность. Кроме того, глюкоза оказывает системные эффекты, в том числе повышение уровня инсулина, значит, повышение уровня инсулин подобных факторов роста. Далее, значит, повышение уровня глюкозы, сниженная толерантность глюкозы, это, значит, фактор гиперлепидемии. Гиперлепидемия, это, опять же, значит, концепция метаболической депрессии была предложена димуном еще давно, плюс, значит, это фактор воспаления, да, гиперлепидемия. И получается, что на выходе у нас к тому же еще снижается иммунный надзор за опытные заболевания. Ну вот, и вот одна из схем, значит, которые на эту тему возникают. У нас на самом деле фактором, который является имитирующим относительно концерогенеза при старении, является не наступление иммунитаций, а изменение внутренней среды организма, которые поначалу являются, так сказать, являются фактором стабилизирующего отбора популяции потенциального коврикле, а потом, вследствие изменений этих условий становится фактором уже позитивной селекции на злокачественной фенотипы. На эту тему мне надо будет еще говорить на другой секции, поэтому я занимаюсь на определенный чрезвычайно примути, а сейчас спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас есть 4 минуты. Да, пожалуйста. Пожалуйста, когда вы мыши свои осматривали, вы... Дальше секунду. Да. Микрофт. Скажите, когда... Когда... Я слушаю. Когда вы мыши осматривали, скажите, пожалуйста, вы... микробную или вирусную нагрузку не смотрели в эксперименте? Значит, много... Да, я понял. Дело в том, что я взял опубликованные данные из студентов, которые проводили в Северных Штатах в течение 10 лет в его лаборатории. Они выложены на открытый доступ. Любой может взять, посмотреть. Там, естественно, все не смотрели, потому что и так много чего смотрели. Соответственно, на ваш вопрос я ответить не могу. Скорее всего, вы там не смотрели это дело? Там было... Мы получили эти данные, когда в Макс Апланке работали в институте в Ростеке, институт демографических исследований Макса Апланка. И оказалось, что в этом эксперименте не смотрели всю опухолевую патологию. они посмотрели только 50 мышей из 300 и сделали вывод, что там опухоли не увеличиваются. Там не смотрели. Не смотрели. Они не смотрели. Это на самом деле большой недостаток всех работ не проводят спасметно вскрытие. В нашем экспериментах мы всегда смотрим, от чего погибли животные. Опухолевая, неопухолевая, патология фиксируется, анализируется. Это вы увидите в докладах следующих. Следующих. Еще вопрос? Нет, спасибо. У меня имеется вопрос. Вы продемонстрировали очень много данных и они немножко разные, пожалуй. Вы показали много данных, когда эффекты и воздействия этих лекарственных средств по-разному действуют на мужские и на женские особи. Вы можете прокомментировать, почему так? А я считаю, что во многих отношениях мужские и женские особи разнятся между собой. Они же разные. смертность женских особей может быть также разная связана с тем, что есть. Хорошо, но у меня более специфический вопрос. У мышей нет мужских особей, которые бы противопоставлялись женским особям, а у людей все то же самое. тут нет менопаузы также и у людей, есть андропауза, наверное, но менопауза у мужчин нет. Если посмотреть на зависимость смертности и возраста, мы не видим каких-то конкретных точек на этой кривой. Очень такая гладкая кривая, несмотря на менопаузу, несмотря на все очевидные физиологические изменения, это не меняет значительно картину и общую смертность между мужскими и женскими особами, это действительно факт. Интероген вызывает у самцов опухоли печени, у самок опухоли молочной железы, то есть совершенно разные мишени, метаболизм разный, на паузу тоже наступает у мышей. Сначала персистирующий эструс, потом анэструс. Это эквивалент менопаузы сам. Мы это смотрим мышей и крыс. Спасибо. Спасибо.